Имя первого праведника Шем или Сим И когда уже отец заносит меч над сыном, то ангел останавливает его руку и принеся благодарственную молитву Всевышнему, Авраам говорит, это место, где Господь узрит. Ир-э шалом, Ирушалаем, город Бога или город мира или место, где Господь узрит. Миром голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой. Ну что, шалом, друзья. Сегодня Израиль. Точнее сказать, не весь Израиль, а только небольшая, но самая значимая его часть. Иерусалим и его окрестности. Ну вот тоже, что я говорю, значимая часть. Вообще-то Иерусалим это столица Израиля. И пусть сейчас 100-500 человек напишут мне в комментарии, что мол, мы и без тебя знаем, где столица Израиля. Так вот, я вам скажу, что еще 100-500 человек думают, что столица Израиля находится в Тель-Авиве. Ну, по степени влияния, видимо. Ну так, вкратце, прилетая в Израиль, вы куда прилетаете? В Бершеву? В Хайфу? В Тель-Авив? Кто-то в Иерусалим прилетал? Так нет, там даже аэропорта своего нет. А вот в 19-м году Евровидение проходило, я вот что-то не могу вспомнить. Оно где? Не в Иерусалиме случайно проходило? А, нет, точно, оно в Тель-Авиве тоже проходило. И вот так вот во всем. Больше того, большая половина мирового сообщества принципиально не признает Иерусалим столицей Израиля. Ну или признает, но только частично, то есть только западную его часть. А восточную считают столицей Палестины. Если вкратце, то после Второй мировой войны только созданная Организация Объединенных Наций приняла план раздела Палестины и образование на этой территории двух государств, соответственно, Израиля и Палестины. При этом Иерусалим и Вифлеем должны были стать городами под международным контролем, чтобы исключить возможность конфликтов из-за статуса этих священных городов. Но, как вы знаете, на бумаге всегда все красиво написано, а в реальной жизни происходят реальные вещи. Поэтому, когда 14 мая 1948 года Бен-Гурион объявил о создании независимого еврейского государства, на основании плана ООН, кстати, то буквально на следующий день Лига Арабских Государств, в которую тогда входили Ливан, Египет, Сирия, Ирак и Трансиордания, всем скопом напали на вновь созданную страну. А через год война с горем пополам, конечно, закончилась. И вроде как ничем. Но, то есть, никто не победил. Но тут пусть простят меня мои израильские друзья, но в истории мира так сложилось, что если никто не победил, то обычно победили евреи. Так как, во-первых, Израиль доказал всему миру, да и себе, состоятельность своего государства и своей независимости. А во-вторых, по итогу под контролем Израиля оказался западный Иерусалим. А восточный оккупировал Трансиордания, как и Вифлеем, впрочем. При этом другую часть Палестины, которую все знают сейчас, как сектор газа, в это же время быстренько оккупировал Египет. В общем итоге ООН признала государство Израиль, при этом палестинское государство так и не было образовано. И это один из первых примеров, когда ООН, которая организовывалась для обеспечения мира во всем мире, заложила бомбу замедленного действия. И таких бомб на самом деле в мире еще очень много заложено, которым только огня поднеси и все рванет, когда нужно будет. Вот так вот и устроен мир во всем мире. Вот и Израиль и жил, да и сейчас живет на такой бомбе. Она, кстати, уже не раз взрывалась. В 1967 году во время шестидневной войны Сирия, Египет и Иордания стянули к границам Израиля свои войска. При этом президент Египта Насар в своей речи призвал арабские страны сбросить Израиль в море. Но Израиль не стал ждать. А как это модно сейчас говорить, превентивно, за шесть дней навешал всем страждущим люлей, а параллельно взял под свой контроль западный берег реки Иордан и восточный Иерусалим и сектор Газа, а в придачу голландские высоты еще у Сирии оттяпал, а у Египта Синайский полуостров. И тут, знаете, есть такая народная мудрость, что если еврей сказал, что он не брал, значит он не отдаст. Вот тут так не сработало, так как вместе с подписанием мирного договора Синайский полуостров в 1978 году так и вернули Египту. А то иначе в Шарм-эль-Шейх бы сейчас туристы не в Египет ездили бы, а в Израиль. Но это так, мысли из серии Аксенова в книге «Остров Крым». А если бы, то было бы, вот... Синагога была бы в центре Шарм-эль-Шейха, но там мечеть. А Крым не остров. Ну и, видимо, потому он наш. Так вот, в состоянии постоянной войны Израиль и до сих пор живет, как на пороховой бочке. Как говорится, а куда бежать? Кругом враги. А там, где нет врагов, там вода. Хотя и там тоже враги. Короче, и вокруг враги, и внутри враги. Земля обетованная. Все, как в Библии написано. Но вот чтобы она обетованной оставалась, Израиль сегодня имеет одну из самых лучших армий в мире. И одну из самых лучших спецслужб. И вообще системы безопасности лучшие в мире исключительно, чтобы поддерживать обетованность этой земли. И вот тут мне всегда было интересно. Вот одна из самых ранних этимологий названия Иерусалима происходит от евро. Поселение, город и шалом, на иврите мир. На современном арабском это салам, кстати. То есть город мира. И вот тут у меня когнитивный диссонанс. Какого мира? Этот город, вся история этого города связана с войной. Но скажите, есть ли в мире еще город, который практически никогда не жил в мире? Где бы погибло столько же людей, сколько в Иерусалиме? Библия же это слово Божье. Так как Бог мог назвать этот город городом мира? В Библии Иерусалим упоминается 340 раз. И там он называется еще и городом Бога. То есть его личной территорией. И вот тут пусть богословы объяснят, как так получается, что в личном городе Бога Отца, в которого верят и иудеи, и христиане, и мусульмане. То есть все его бога дети. При этом уже сотни лет режут глотки и уничтожают друг друга до сих пор без остановки. Это в городе мира. Чтобы было понятно, то старый город и сейчас поделен примерно на 4 квартала. Иудейский, армянский, христианский, это в основном греческий. Ну и мусульманский. Так вот, когда мы гуляли по старому городу, то на каждом, даже маленьком, пешеходном перекрестке постоянно дежурят от 3 до 5 военных в полной экипировке и с автоматами. Выглядит это, конечно, с одной стороны удивительно. Но с другой стороны, абсолютно очевидно, что если бы их тут не было в таком количестве, то там бы и сейчас продолжалась средневековая резня. И мне вот интересно, а Яхве Бог-Отец, за кого болел бы тогда? Ну или помогал бы кому? Может иудеям? Он ведь им уже помогал при царе Давиде с его именем на устах иудеи захватили город и объявили его своей столицей. А может он помогал бы за то, что его сына на крест отправили? Или может помогал бы христианам, которые в его сына уверовали? А тогда каким христианам? Армянам? Грекам? Может эфиопам? Дело в том, что храм Гроба Господня, как основная святыня христиан всех мастей, разделен на шесть конфессий. У каждой конфессии свой предел храма и время для молитвы. Проблема в том, что даже они между собой договориться не могут. И это среди своих братских конфессий. Они регулярно устраивают массовые драки не просто в городе мира, а в храме Гроба Господня. И там, кстати, на оплеуху по правой щеке никто никогда не подставляет левую. И это первосвященники, главные в мире хранители христианских ценностей. Хорошо, что в храме Гроба Господня нет мусульман, так как они в Иисуса, конечно, верят, но не как в Бога, а как в предпоследнего пророка. Но мусульманский квартал находится совсем рядом. И там, на храмовой горе, которая, кстати, является главной святыней иудеев, находится мечеть Алякса, третья святыня мирового ислама. После мечети в Мекке и в Медине. Так как именно с храмовой горы по Корану Мухаммед возносился на небо для общения все с тем же Богом Отцом. А впоследствии на этом месте была построена еще одна мечеть, купол. Кстати, когда смотришь на Иерусалим сверху со смотровой площадки, то многие ошибочно думают, что купол это и есть мечеть Алякса. Так как она находится в центре экспозиции и сразу бросается в глаза. На самом деле мечеть Алякса находится рядом и выглядит менее впечатляюще. При этом именно она является главной святыней. Так вот, вернемся к тому, с чего начали. При вот такой напряженной ситуации, на чьей бы стороне все-таки выступал Бог Отец? В городе мира. Ведь если все происходит в этом мире с его ведома, то и мусульманам он помогал, значит, когда Салахаддин забрал город у крестоносцев. Да и потом контроль над городом много раз переходил от христиан и иудеев к последователям пророка Мухаммеда. Достаточно сказать, что до начала 20 века примерно 400 лет территория Израиля была частью Османской империи. Хотя Турция на сегодняшний день не светское государство, тем не менее османы это мусульмане. И как всех примирить? Как сделать так, чтобы город мира действительно стал городом мира, а не самой напряженной точкой на земном шаре? Просто для справки, в пределах города, ну, то есть внутри и в пригородах, находятся 1204 синагоги, 158 церквей и 73 мечети. Это город-символ для трех основных религий. И как замерить носителей ценностей всех трех религий? Ведь Бог любит их. Они все его дети. Вот Бог его знает. Кстати, если верить Торе, у христиан это Ветхий Завет, то Каин убивал Авеля как раз тоже здесь, так как после изгнания из Эдемского сада, как вы думаете, где жила дам семейства? В Торе все написано. Похоже, это был знак, пророчество, стилистика, так сказать, всей дальнейшей жизни города. Почему в колючей проволке? А тут очень любят колючую проволку. Казалось бы, добро должны не любить, но тем не менее. Все друг от друга отделяются. Все по частям, вы же понимаете. Тут католики, там православные, тут армяне, тут протестанты. И вот к чему я все это рассказываю. Я не знаю, как у вас, но я когда попадаю в любой новый город, то я всегда ощущаю его ауру. Его дух, так сказать. Мне кажется, что это ощущают многие люди, если вообще не все. Этот дух, этот ритм захватывает тебя изнутри. Так вот, когда попадаешь в Иерусалим, то ощущение витающего в воздухе напряжения, как разряд молнии, который слабо искрит, и появляется вот так, то здесь, то там, мелкими синими нитями, но везде и всюду. И вроде как жить можно под этим постоянным напряжением, но ощущение, что в любой момент вся эта энергетика сконцентрируется в одной точке и ударит настоящая молния, она не покидает тебя ни на секунду. И на самом деле так и происходит до сих пор. И, казалось бы, ты находишься в одном из самых значимых городов Земли. Город, где каждое здание, каждая улочка, каждый камень в мостовой – это история. По этим камням, где сейчас улица Вилла Долороза, шел Иисус на Голгофу. А вот здесь, в Гефсиманском саду, где сейчас стоит церковь всех наций, Иисус молился перед арестом. И горница Тайной вечери, где внизу расположена также иудейская святыня, усыпальница царя Давида. И все это так переплетено. Базилика святой Анны, например, стоит на месте дома, где родилась мать Иисуса, Девы Марии. Находится сейчас в мусульманском квартале. В этом городе заложены основы культуры всей Европы, Америки, да и вообще больше половины мира. Мне кажется, что когда человек попадает сюда, он прикасается к истокам, ощущает дух предков, как бы находится в месте, где началась наша цивилизация. На протяжении всей истории мира главным двигателем была религия. Художники, музыканты, поэты, скульпторы строили мировую культуру под влиянием культов. Большинство войн и внутренних конфликтов – религиозные. И крестовые походы или завоевания мусульманами Пиренейского полуострова – это только капля в море. А охота на ведьм в Европе. А Варфоломеевская ночь с 30 тысячами погибших гугенотов. А охота на староверов в России после реформы церкви патриарха Никона. Тысячи людей, погибших за веру. Так вот это все родилось здесь. И, конечно, сейчас кто-то скажет, ну не зародилось бы оно здесь, оно бы зародилось где-то в другом месте. Смысл слов, что если Бога нет, то следовало бы его придумать, который ошибочно приписывают Вольтеру, хотя на самом деле это часть проповеди архиепископа Кентерберийского Джона Тилотсона. За всю историю человечество не менялся, и сам человек не менялся. В большинстве своей массы людям нужен старший отец, учитель, надзиратель. Ему нужно, чтобы кто-то его вел, жалел его, помогал и даже наказывал. И, безусловно, иначе в истории не было и быть не могло. Не здесь, а где-то в другом месте придумали бы Бога. Но история, как известно, не терпится слагательного наклонения. Бог, культура и мировоззрение нашей цивилизации зародилось здесь. Здесь же и лежит корень проблемы, корень ненависти и разъединения людей. Но о чем говорить, если даже представители братских конфессий бьют друг другу морды в храме гроба Господня? И не могут ужиться в мире друг с другом. Люди, очнитесь, но вы же все верите в одного Бога. Козьма Прудков говорил, зрив корень. Так вот, корень он здесь, в Иерусалиме. Город Бога, город мира, город, который должен всех объединять, по факту стал колыбелью ненависти и войны. И разъединение детей Божьих. А так как колыбель тут, здесь началось это противостояние, то, на мой взгляд, и закончится оно должно здесь. Точнее, не так. Когда в Иерусалиме наступит искренний мир, когда здесь помирятся все дети Бога и полюбят друг друга, и искренне полюбят, тогда же закончится противостояние и во всем мире. И вот тут мы подходим к моей главной мысли, которая не покидала меня все время путешествия по Иерусалиму. Если Бог Отец смотрит уже не одну тысячу лет на то, как Его дети режут друг другу глотки, причем не за деньги и не за игрушки, а за то, как правильнее молиться, как правильнее кланяться и как благодарить Его Бога, так неужели Он не в силах навести порядок? На мой взгляд, варианта три. Или Он не всесилен, или Ему все равно, или Его просто нет. Можете добавить свой вариант в комментариях, с удовольствием подискутирую на эту тему. Но при этом задумайтесь, вот вы родитель, у вас двое, трое детей, которые не любят друг друга, дерутся, уничтожают морально и физически. Но разве вы, как родитель, не вмешаетесь, не наведете порядок? Разве вы не сделаете все возможное для того, чтобы ваши дети жили в любви и согласии? Вот тут и вопрос, и, как мне кажется, и ответ. Дело в том, что я убежденный атеист. Не злобный, не воинствующий, но убежденный. При этом я очень уважительно отношусь к любой религии, но исключительно как к культуре предков. Ну, попробую объяснить так. Вот, к примеру, вы приезжаете в Грецию, в Афинский Акрополь, в места, где поклонялись Зевсу, Посейдону, Аиду, или в Египет, в долину царей, где поклонялись Амону Ра, Атону, Осирису. Но ведь у вас же не возникает желания встать на колени и помолиться? Нет. Никаких духовных чувств эти места не вызывают. Ну ладно, вы турист, но эти чувства не возникают, и у потомков греков и египтян. А ведь их предки тысячи лет верили, молились, умирали и убивали ради этих символов. В общем-то, все-то было то же самое, только боги были другие. Так а почему тогда, чтимые тысячами лет, символы не вызывают сейчас ни у кого от духовных чувств? Да потому что это пережиток прошлого, потому что боги те не настоящие. Нет смысла им молиться, нет смысла за них умирать и убивать. А сегодня бог настоящий? Сегодня есть смысл умирать? И объяснить ведь в древние времена египтянину, молящемуся, например, Атону или Омону, что смысла в этом нет, что бог его не настоящий, и завтра его забудут. Но это, наверное, так же было бы трудно, как и сегодня любому религиозному фанатику. Вот только сегодня 21 век, век информации, интернета, космоса, а на фоне всего этого происходит средневековое религиозное противостояние и разделение людей, корень которого вырос здесь, в Иерусалиме. И мне кажется, что и закончится оно тоже должно здесь, когда сюда будут приезжать не паломники, а туристы, когда люди перестанут жить прошлым, когда они шагнут в будущее, когда Иерусалим перестанет быть символом, а станет просто памятником истории, когда люди, глядя на храмы, мечети и синагоги, будут испытывать те же ощущения, которые они испытывают, глядя на Афинский Акрополь, на Люксор или на Стенхрич, например. Вот тогда и не будет ненависти, не будет противостояния, не будет желания убивать неверных, даже морды бить в храме не будет желания. Вот вы просто представьте, сколько энергии, сил, ресурсов потрачено за всю историю на это противостояние. Да и до сих пор тратится. Не лучше ли сообща эти ресурсы тратить в развитие, в науку, в совершенствование будущего мира, а не растрачивать эти ресурсы на пережитки прошлого. Вот тогда Иерусалим на самом деле станет городом мира. И сюда, на святую землю, будут приезжать только для того, чтобы прикоснуться к тому, к чему прикасались наши предки. Отдать им дань уважения, но не оставаться с ними, в их мире, а идти вперед, чтобы прогуляться по старому городу, искупаться в мертвом море. Кстати, это удивительное ощущение. Вода, в которой невозможно утонуть. У нее такая плотность, что она выталкивает тебя на поверхность. Наверняка вы видели фото, видео в интернете, где люди, лежа на спине, в воде читают газету. На самом деле, когда я был на мертвом море, я думал, что если Иисус и ходил по воде, то вот здесь, в мертвом море, одев достаточно широкие сандали, это вполне можно было бы устроить. Хотя в Библии написано, что это было Галилейское озеро, а совсем не Мертвое море. На Галилейском озере я еще не был, но я обязательно вернусь в Израиль. Это одна из тех стран, в которые хочется вернуться. Учитывая то, что я тут был очень недолго, но находясь в пустыне, в кольце врагов, устроить такой оазис, при этом сохранять в себе культуру трех основных культов, не разрушая их, это заслуживает уважения. Я обязательно сюда вернусь, но очень бы хотелось, чтобы хотя бы на грамм, тот градус напряжения, который я ощущал в тот мой приезд, стал бы ниже. И появилось бы ощущение того, что мы, то есть все мы, христиане, мусульмане, иудеи, все мы люди, движемся в правильном направлении. И что не сегодня, завтра, но когда-то, Иерусалим действительно станет городом мира. А мир от этого станет только счастливее. Я думаю, что я поделился всеми своими впечатлениями о Иерусалиме. И если вам есть что добавить, то пишите свои мысли в комментарии. Ну и, конечно, не забывайте там подписываться, вот эти все колокольчики, ставить там пальцы и так далее. Ну, любое внимание, в общем, от вас приветствуется. Впереди, кстати, масса интересного. И сейчас я хочу сделать небольшой анонс. Начиная со следующего видео, у нас будет большая серия роликов о России. Сразу скажу, что стилистика канала останется прежней, а вот качество видеокартинки станет существенно лучше. Сейчас вы видите на экране то качество картинки, которая будет в следующих роликах. Дело в том, что все видео, из которого был отснят материал для предыдущих роликов, было снято, так сказать, для домашнего просмотра. То есть, снимая это видео, я и не думал, что оно когда-то попадет на YouTube. Потом мне просто стало жалко, что все эти съемки пылятся в компьютере и никто их особо не смотрит. И я решил сделать что-то смотрибельное, наполнив эти видео своими мыслями, ну и выложить их на YouTube. И когда я увидел, что это творчество кому-то нравится, что есть обратная связь, что на канал подписалось уже почти тысячу человек, а просмотры уже перевалили за 100 тысяч, я решил, что этим нужно заняться более серьезно. Этой осенью я проехал по югу России, по всему Кавказу и по Крыму. Съемки с коптера и с камер 4К выдадут совершенно другую картину. Я постараюсь дальше выпускать ролики каждую неделю, чтобы не было больших промежутков. И если вам нравится то, что мы делаем, то обязательно подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а теперь всем спасибо и до новых встреч. Удачи, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!